Новая конфликтная ситуация Новая конфликтная ситуация Новая конфликтная ситуация Все остальное не в нашей компетенции Мы лишь принимаем заявки И передаем их куда необходимо Прошло несколько дней после произошедшего Но так никто не поинтересовался жильцами Только временно приостановили снос Данный документ не напечатан на фирменном бланке Данный документ даже никто не осмелился из них подписать Просто написано На Семинской исполнительной власти Притом печать для документов стоит Даже не печать исполнительной власти Здесь указан адрес Что будет парк Комплекс парк Они будут по улице Юсифов Указаны номера 36-37 Это улица на пересечении Однако улица Тинкулиева Номер дома не указан Этим документом они пытаются снести нас Хотя его документом не назовешь Бумага без подписи Без даты Без номера Не является документом нигде Жители настаивают на справедливой компенсации Ведь на деньги, предложенные им, нереально купить квартиру в том же районе В соседних новостройках стоимость квадратного жилья составляет 1500 монатов за квадратный метр Продаются площадью не менее 60 квадратных метров И поэтому жильцы не в состоянии на выданные деньги приобретать жилье в том же районе Компенсации, по мнению экспертов, должны выплачиваться им в соответствии с количеством сносимых комнат При нынешнем же порядке жильцы проигрывают цене в 2-3 раза Компенсацию, если они не могут дать деньгами Хотя бы когда дадут квартиры От ремонтированной квартиры Чтобы я мог свои деньги в себя уместить Я сам коренной бахинец Хотел бы жить в тихом месте Я не говорю, допустим, в центре города В центре города я сейчас даже и не жил Но хотя бы где-то в пределах города 25 из 30 семей, проживавших в доме Не выдержали давления И, взяв деньги, покинули свои квартиры Оставшиеся 5 опасаются, что их могут выселить в любой момент без всякого судебного решения Жильцы наотрез отказываются брать деньги и наставят на справедливой, по их мнению, компенсации У меня квартира по техпаспорту 63 квадрата Однако мне дают деньги за 36 квадратов Все дело в том, что в 1994 году, когда я приобрел эту квартиру В Купчей квадратура не указывалась И фактически техпаспорта они не признают Техпаспорта тоже не было Когда первый раз они пришли Они мне сказали, у тебя 36 квадратов У тебя нет техпаспорта Я говорю, он есть Я ему предоставил Три раза копия моих документов, которые я отдавал Замглаве исполнительной власти Ими терялись Четвертый раз я опять предоставил копию документов Но ничего не изменилось 36 квадратов При проверке документов многие пристройки не учитываются Хотя официально имеются в техпаспорте Это дает основание полагать Что при выкупе у граждан квартир имеют место факты коррупции Кроме того, есть непрозрачность самой процедуры выдачи денег В апреле жильцам предлагали получить деньги в одном банке Потом выяснилось, что они переведены в другой банк Официального объяснения от начальника жилищно-эксплуатационного участка Так и не дождались Не было на рабочем месте и руководства районной администрации Все звонки были проигнорированы Происходящее в городе Баку Последние несколько лет Особенно в сфере недвижимости От имени так называемых госструктур Это элементарный произвол Это вопиющий произвол Только в исключительных случаях Можно поставить вопрос о прекращении права собственности гражданина Ну любого лица на недвижимую собственность Это, скажем, не голословно утверждение Это все зафиксировано в Конституции Азербайджанской Республики В частности в статьях 13, 29 Это зафиксировано в международных правовых обязательствах Взятых Азербайджан на себя Они должны представить документ, на основании которого они требуют отселения этих людей Таким документом может быть только постановление Кабинета Министров Об изъятии земель для государственных нужд Это дороги республиканского значения Это другие коммуникации республиканского значения Скажем, да, за проводы, нефтепроводы Коммуникационным словом Но судя по тому, что люди говорят Никаких документов, обосновывающих их принудительное выселение из квартир Нет, и быть не может Потому что даже если было бы постановление Кабинета Министров Азербайджана На основании этого постановления Не менее чем за один год До времени предполагаемого Вокупа земель И иной недвижимости на этих землях Должны были официально уведомить этих людей Когда людей предубеждают сегодня А в смысле там пару дней или неделю Приходят и их принудительно выселяют Это элементарно Вот в этом должны разобраться органы прокуратуры К сожалению, органы прокуратуры этим не занимаются Что бы я порекомендовал этим людям? Порекомендовал бы им обращаться в суды В первую очередь суды И во вторую очередь обращаться в органы прокуратуры Даже если прокуратура Снова органы прокуратуры Откажут в возбуждении уголовного дела Это будет являться доказателем полного Доказателем того, что вот Вся такая деятельность Она четко централизована И управляется из одного центра Факты принудительного выселения граждан И изъятия собственности Побудили международную правозащитную организацию Human Rights Watch 14 июня выступить со специальным заявлением Они призвали власти Азербайджана Немедленно прекратить незаконное изъятие недвижимости Принудительное выселение И снос домов в центре столицы Осуществляемый под флагом Обновление архитектурного облика Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова